Час икс для узбекской власти. Что происходит в политической жизни республики после сообщений о резко ухудшившемся состоянии здоровья президента? Кому может достаться высший пост? Подробнее Данил Русаков. О том, что избранный пожизненно президент Ислам Каримов госпитализирован с инсультом, сообщило государственное телевидение. Информацию о состоянии здоровья главы государства по центральному каналу прозвучало впервые. Узбекистан находится на 157 рейтинге свободы слова. Иностранной прессы на территории страны практически нет. Национальная под жестким контролем. Насколько тяжелое состояние 78-летнего президента, неизвестно. Это дает повод для догадок. За все 26 лет, пока лидер находится у власти, о здоровье Каримова говорили либо хорошо, либо никак. По неофициальным данным, в 2013 у него был инфаркт, двумя годами позже непродолжительная кома. Младшая дочь в соцсетях сообщила, отец в реанимации попросила уважать право семьи на частную жизнь. Уже точно известно, 1 сентября в день 25-летия независимости Узбекистана с главной площади страны Каримова по телевизору не покажет. Между тем, политологи и журналисты строят догадки, кто может занять кресло бессменного главы Узбекистана, если все пойдет по трагичному для него сценарию. Формально у Каримова сразу два преемника, старшая и младшая дочь. Последняя Лола прежде позиционировала себя как сторонница традиционных ценностей, состоит в браке, вся ее общественная активность сводилась только к патронажу узбекского спорта. Куда более громко, несколькими годами ранее, о себе заявила старшая дочь Гульнара. Она успела поработать послом в Испании, а также была фигурантом уголовного дела о коррупции в Швеции. Запомнилась Каримова и своими творческими способностями. Небо молчит, нет ни звезды, лишь пустота. Но примерно в 2013 отношения отца и старшей дочери резко испортились. Гульнара исчезла из публичной жизни. По некоторым данным, отец поместил ее под домашний арест, где она, скорее всего, и пребывает до сих пор. В случае кончины Каримова его обязанности по закону будет исполнять председатель национального сената. Сейчас эту должность занимает Оли Можлиса. Он же теоретически может поучаствовать в досрочных выборах, которые при таком развитии событий состоятся через три месяца. Данила Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. Данила Русаков. Продолжение следует...